Среди модернистов, желающих изменить церковь, чтобы по их мысли сделать ее ближе к людям, распространена идея сократить церковные службы. Они рассуждают таким образом. В отличие от древних, люди сейчас сильно заняты делами. Они не могут часто посещать богослужения и стоять на службе по 2 часа, притом стоять утром. Нужно сократить литургию, как они предлагают, минут до 40, делать как мессу у католиков, служить ее без хора не только утром, но и вечером, чтоб люди после работы могли прийти причаститься, а пост сократить до 2 часов. В общем, все для народа, все для людей. Тогда по их мысли церковь станет к людям ближе, они туда потянутся. Католикам все это уже сделали. Эффект получился прямо обратный. Почему в православных храмах это должно работать, реформаторы не объясняют. Если говорить по существу, то не очень понятно, зачем занятым людям в будни вообще нужно чаще посещать богослужения. Разве для этого недостаточно работающему человеку прийти в храм в воскресенье и в праздники? Церковная служба – это ведь не просто набор каких-то священнодействий. Это таинство, на котором народ Божий собирается в храме, чтобы прославить Господа и причаститься. Это образ той тайной вечери, которая совершается вне времени и места, где Христос реально соединяется с народом Божиим. Церковь ведь это не бюро религиозных услуг, это тело Христово. Зачем делать из нее духовный фастфуд, чтобы на бегу подзаряжаться благодатью? Непонятно. Там, где служба совершается каждый день, собираются те, кто может собираться. Ежедневно служат в монастырях. Это делается для иноков. В кафедральных соборах, в соборах крупных храмов для пенсионеров и не работающих. Смысла комкать службы и служить кое-как только для того, чтобы кто-то успел на работу – просто нет. Кто мешает – просто молиться дома, молиться на работе, в автобусе или на пробежке. Молись сколько хочешь, главное – ближних не обижай. А в воскресенье приходи в храм. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok